Приветствую тебя, Кирилл. Привет всем друзьям, кто смотрит наше видео обучающего характера по биоинформатике. И мы начинаем наше пятое занятие, которое называется «Построение комплементарной ДНК». Что такое комплементарность? Комплементарность – это соответствие друг к другу, некоторые полимерные молекулы друг к другу. Что касается ДНК и РНК, то в этом случае у нас есть нуклеотиды, из которых состоят и дезоксирибонуклеиновая кислота, и рибонуклеиновая кислота. И этих нуклеотидов по четыре разных типа. Соответственно, эти нуклеотиды друг к другу соответствуют. В случае ДНК у нас аденим соответствует имину, а цептозин соответствует гуанину. Что значит соответствие? Это значит, что когда мы строим какую-то цепочку… Произвольную цепочку ДНК… Не готов. Произвольная цепочка ДНК у нас есть, да? И мы начинаем ее строить. Вот они, нуклеотиды, соединяются друг к другу в какой-то произвольной последовательности. Вот то, как от них соединяются, составляет у нас не что иное, как генетический код. Этот генетический код представляют из себя гены и другие части генов. Так вот, комплементарность, если ты помнишь, молекулы ДНК, она двойная. Двойная спираль. Вот комплементарность заключается в том, что для того, чтобы вторая спираль присоединилась к первой, она должна быть комплементарной. И, собственно, она взаимно однозначно строится по первой цепочке. В данном случае соединение может происходить только вот таким образом. Только таким образом. Так, у нас… Два, три, четыре. Так. Зеленый с синим, красный с желтым. Желтый с красным, синий с зеленым. Всегда, при любых обстоятельствах, соединение происходит только так и никак иначе. Вот в этом и заключается принцип комплементарности. Зеленый с синим, красный с желтым. Желтый с красным, синий с зеленым. Для ДНК аденин и тимин, цитозин и гуанин соединяются друг с другом. Для ДНК аденин и ухоцил, для… и цитозин и гуанин. Это ДНК. Дальше. Собственно, на экране ты видишь то, как происходит соединение. Есть две цепочки ДНК. Первая, вторая. Соединение всегда происходит между двумя нуклеотидами. Поэтому называется пара нуклеотидов. Это называется первичная структура… прошу прощения. Первичная структура молекулы. Первичная структура молекулы – это и есть сама последовательность. Последовательность нуклеотидов ДНК – это и ее первичная структура. В 1953 году ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, которые получили Нобелевскую премию за это самое достижение, установили структуру молекулы ДНК. Это та самая двойная спираль. Молекула ДНК состоит из двух цепочек, которые идут в противоположную сторону. И эти цепочки, эта цепочка, состоящая из нуклеотидов, как мы уже выяснили, сцепляются друг к другу. Вот они сцепляются водородными связями. Водородные связи сцепляются друг к другу. Что ж такое-то, да? И она закручивается в двойную спираль. Соответственно, в двойную спираль цепочки эти друг вокруг закручиваются. Вот эта двойная структура. Две цепочки ДНК. И между аденином и кемином, вот эта связь между аденином и кемином, она состоит из двух водородных связей. Два атома водорода к друг другу присоединяются. А между цитозином и бакуалином три водородных связи. Между этими двумя нуклеотидами связь немножко более сильная, чем между этими двумя. Соответственно, как я сказал, поскольку нуклеотиды присоединяются друг к другу только всегда комплементарно, это полностью определяет обратную цепочку ДНК. То есть мы можем взять прямую цепочку и по ней построить обратную. Или наоборот, взять обратную и по ней построить прямую. Никаких исключений никогда не бывает. Это вторичная структура ДНК. Тритичная структура ДНК – это та самая спираль, которую мы уже смотрели на прошлом видео и на этом уже смотрим. Соответственно, комплементарная связь двух нуклеотидов, то есть вот эта штука, которую я показываю, цитозин и бакуалин, называется парой, пара нуклеотидов, сокращение BP, от английского слова base pair. Base – база, pair – пара. Base pair – пара нуклеотидов. Если мы знаем последовательность, нуклеотидную последовательность одной цепочки, мы сразу же можем построить комплементарное мнение. Единственное, что надо помнить, для программирования это не столь важно, а для биоинформатики это важно, то, что прямая цепочка и обратная идут в разных направлениях. Соответственно, задача на сегодняшнее занятие. Дана – цепочка ДНК, последовательностью не менее 1000 пар. К этой цепочке нужно построить обратных комплементарных. Как мы будем ее решать? Первым делом, когда мы получаем задачу на изучение программирования Haskell, мы всегда проектируем функцию, функцию, которая будет решать эту задачу. В данном случае мы построим функцию reverse complement, которая получает на вход строку и возвращает в ту же строку. Как она будет работать? Она получает строку и каждый символ этой строки преобразует в комплементарную. Обращает полученную на предыдущем шаге строку. Что значит обращает? Делает ее задом и вперед. Потому что, как ты помнишь, я сказал на прошлом слайде, прямая строка идет в одном направлении, обратная в другом, комплементарная в обратном направлении. То есть мы должны прямую строку, каждый символ обратить комплементарной и саму строку обратить. И вот этот результат, вот это обращение мы возвращаем функции. Собственно, на экране показана функция, которая решает эту задачу. Я рекомендую тебе видео остановить и переписать ее в свой исходный код для того, чтобы с ним работать. И давай посмотрим, что эта функция из себя представляет. очень просто. Мы опять используем бисточечную нотацию, которую мы изучали в прошлый раз. Будь внимательна. То есть мы не указываем аргументы функции, но эта функция получает один аргумент типа строка. Всегда смотри на определение типа функции, сигнатуру. Соответственно, функция реверс комплемент получает строку. И первым делом мы фильтруем эту строку, отсекаем все буквы, которые не равны AC, D и T. AC, D и T мы отсекаем. Потом мы применяем каждому символу при помощи функции map, применяем локальную функцию комплемент. Вот она определяется при помощи ключевого слова where. Функция комплемент берет на вход символ и возвращает другой символ, комплементарный для A. Она возвращает T, для C возвращает G, для G возвращает C, для T возвращает A. Очень простая функция. И соответственно, дальше мы обращаем эту строку при помощи функции реверс. Все. Вот, собственно, я и все, что объяснил на прошлом слайде. Здесь это все записано. Еще есть функция LM, которая проверяет, является ли заданный элемент, заданный элемент списка состоит из списка. В данном случае она применяется к списку AC, D, T. А, C, D, T. Это список тех возможных муклеотинов, которые у нас есть для элемента. И мы берем каждую букву входной строки, проверяем состоит ли она в списке, отсекаем все, что не состоит. Дальше. Функция фильтр. Прилитрует список по вот этому предикату. И при помощи функции M, как я сказал, мы применяем функцию комплимент. И при помощи функции реверс обращаем полученный результат. Он становится, есть строка, она становится заданным вперед. Все. Дальше. Результат применения функции. Функцию реверс комплимент передаем какую-то последовательность, и получаем ее обратный комплимент. Все очень просто. Ответь на несколько вопросов для самоконтроля. Что такое первичная, вторичная и третичная структура ДНК? Что такое комплиментарность? Какие нуклеотиды сцепляются друг с другом в образную пара? И как по заданной прямой цепочке построить для нее обратную комплиментарность? И теперь дополнительные задачи. Напиши функцию, которая строит комплиментарную цепочку РНК. Изучи, что у этих двух функций общее. И в следующем шагу напиши обобщенную функцию, которая получает список пар комплиментарности. И строку обозначает комплиментарную к ней на основе заданных пар комплиментарностей. Вырази две предыдущие функции реверс комплимент и реверс комплимент РНК через эту новую функцию. На этом все. Благодарю за внимание. Твои вопросы в скайпе, телеграмме, почке, фейсбуке везде, где только можно. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok